Молодежная хоккейная команда «Стальные лисы» достойно провела первую гостевую серию нового сезона. После того, как магнитогорцы обменялись победами с дебютантом МХЛ «Лока-76», они отправились в Нижний Новгород, где в противостоянии с одним из лидеров «Востока» «Чайкой» сумели набрать три очка. Как это было, расскажем далее. В первом матче заброшенные шайбы пришлось ждать более 30 минут. Хотя счет мог быть открыт и раньше. Богдан Крохолев в одном из розыгрышей попал в штангу. Нижегородцы не сумели реализовать несколько выходов один на один. Но в конце концов и великолепно игравший вратарь гостей Илья Набоков оказался бессилен. «Чайка» реализовала большинство. Однако минимальное преимущество хозяева не удержали. Илья Квачко совершил впечатляющий рейд от своей зоны и классным броском восстановил равновесие. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов все тот же Квачко вместе с Романом Канцеровым добыли для своей команды второе очко. Спустя сутки игра началась гораздо более результативно. Уже в дебюте Никита Гребенкин заставил зазвенеть каркас ворот. Он же вскоре имел отличный шанс забить в большинстве. Но открыл счет Канцеров, который на экваторе стартового периода после роскошного прохода через всю площадку не оставил шансов голкиперу. Не прошло и трех минут, как преимущество гостей увеличилось. Роман Канцеров набрал второй балл в матче. Илья Квачко протаранил оборону Волжан и нанес несильный бросок. А Иннокентий Рыбин здорово сыграл на добивании. Увы, концовка периода получилась для Лисов провальной. На отметке 19-12 хозяева сумели сократить разрыв. За пять секунд до сирены Чайка получила право поиграть в большинстве. И всего за три секунды его реализовала. А дальше на 40 минут наступило затишье. Порой нижегородцы действовали откровенно грубо, но магнитогорцы не сумели наказать соперников. Порой гостям откровенно не везло. И только в овертайме состоялся гол, который принес хозяевам победу. 3-2. Лисы достойно провели первый выезд сезона, набрав пять очков из восьми возможных. Первые домашние матчи команда сыграет 19 и 20 сентября. Прямые трансляции смотрите в нашем эфире в воскресенье в 13.00 и в понедельник в 17.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.